Всем привет, ребят, меня зовут Пиксель, и это новая часть проверки лайфхаков из ТикТока. Под прошлой частью набралось больше 20 тысяч лайков, если я не ошибаюсь, то где-то 21-22. И, ребята, просто посмотрите, я только что сгенерировал этот мир, буквально пару секунд назад, и просто как сладкий бонус, ребята, знаете, такая вишенка в начале торта, потому что это не точно не в конце. Просто, ребята, ловите сид, где есть и башня разбойников сразу же сходу, и, в принципе, деревня жителей. Ну, а мы перемещаемся к первому лайфхаку сразу. Если честно, к этому лайфхаку я отношусь, знаете, ну, на самом деле, очень-очень с опасением. Мне кажется, что не то, чтобы этот лайфхак может не сработать, а в случае чего, если делать его, ребята, не совсем правильно, он просто спалит нафиг всю вашу, там, деревню или что-то подобное, там, дом рядышком какой-нибудь и так далее. Хотя, в принципе, этот лайфхак создан для того, чтобы этот самый дом и создать. Ждём, короче, пока эта лава опускается, заливает полностью всё наше дерево. То есть давай, 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 вот, отлично. И можем прямо сейчас вот сюда разливать, вот, отлично, и сразу же перекрывать. И таким образом у нас должно получиться что-то типа конструкции для нашего дома, который мы сейчас, в принципе, вместе с вами будем сооружать. То есть, вроде как, всё сработало правильно. Есть, конечно, мелкие вот такие вот дефекты, но поправить их можно. То есть дальше, ребята, мы это всё дело должны сюда выкопать. Выглядит это, конечно, не как лайфхаки, но, знаете, на самом деле, лайфхаку смело можно ставить плюс. Потому что, посмотрите, как бы, очень-очень, ну, практически, да нет, симметрично, действительно, внутри симметрично сгенерировался этот коблстоун. То есть мы таким образом можем с вами отсюда убрать всю листву, деревья и так далее. И посмотрите, у нас действительно получается уютная вот такая вот штучка. Посмотрите, это реально выглядит очень симметрично и очень круто. То есть если тут, в принципе, доделать, ребята, какие-то добавить мелкие детали, ну, всё, можно заезжать и жить, действительно. То есть, посмотрите, на первую там ночь, ну, хорошо, на первую, конечно, вряд ли. Хотя, если вы найдёте руду, ребята, то это реально мастхэв. Посмотрите, можно сюда поставить, в принципе, всё, что угодно. Возьмём сюда кровать, ребята, какую-нибудь вот такую вот. Сюда верстаки, печки, после чего, ребята, сюда можно натыкать огромное просто количество сундуков. И с помощью этого прекрасно выживать. Лайфхак реально бомбезный, ребята. И я ему ставлю действительно огромный, просто огромнейший плюс. И я бы, на самом деле, поставил даже не один. Потому что он очень простой, ребята, очень практичный и очень нужный. Перемещаемся сразу ко второму. Дом, ребята, есть. Но поскольку сейчас просто жара, всем хочется водички, нужно поставить в этот дом кулер. Именно для этого лайфхак этот, собственно, и создан. Здесь, как бы, ребята, наша с вами задача построить, ну, не то, чтобы прям кулер с холодной водой. Скорее, кулер с горячей и холодной водой. Вы знаете, такие кулеры, в принципе, устанавливают там в офисах всяких и так далее. Так, для начала давайте нам понадобится плита. Так, обычная, самая обыкновенная каменная плита. После чего мы её загружаем вот таким вот образом. Берём далее забор, самый обыкновенный забор, который мы устанавливаем вот так вот. И после чего, ребята, нам нужно проломить, зайти назад и взять стенды для брони. Как они тут называются? Броня, так, 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 так. Ну, в принципе, можно вот таким вот лёгким образом это дело найти. Устанавливаем сюда два стенда, которые смотрят на нас. И теперь нам нужно, ребята, взять обычный кожаный шлем. И покрасить его в синий, собственно, краситель. Для этого нам понадобится, ребята, обычный синий краситель. Как бы это странно ни звучало. А также красный для изображения рычага горячей воды. Так, что мы делаем? Мы берём верстак, конечно же. И, в принципе, быстренько создаём две необходимые нам каски. Делаю всё прям при вас для того, чтобы нигде, ребята, не ошибиться. Так, устанавливаем сюда синюю, сюда красную. В принципе, без разницы. Но вроде как, ребята, там было на самом деле не так. Но я думаю, что эта разница не сыграет. Просто местоположение шляпок, ребята, и местоположение этих самых краников. После чего нам нужно установить, ребята, всё вот таким вот образом. И поршнями эту штуку всю сюда сдвинуть. Так, отлично. Но, в принципе, сдвинулось. Замечательно. То есть уже меня что-то радует, ребята. У нас с вами уже кое-что вырисовывается. После чего нам нужно это всё дело подтолкнуть. Так, отлично. Есть. Получается, меня это реально радует. Реально радует. Так, подождите. И затем нужно протолкнуть ещё раз. Вот это уже стрёмно. Вот это уже стрёмно. И, во-первых, не то, чтобы это стрёмно, это на самом деле немного сложно. Да ё-моё, как бы тут поставить этот самый поршень для того, чтобы всё действительно получилось. Давай, давай. Ну ё-моё, ну чё такое? Как его туда пропихнуть? Я просто не понимаю. Это действительно очень сложно, расположить поршень, чтобы он смотрел именно туда, куда мне надо. Есть, отлично. Получилось, получилось, получилось. Протолкнули. Пропихнули туда, куда надо. Так сказать, по блату. Так, после чего, ребята, нам нужен обычный кварцевый блок. Так, давайте берём кварц, кварц, кварц. Замечательно. Устанавливаем его вот сюда. И далее, в принципе, с помощью обычного поршня, опять же таки, устанавливаем, ребята. И сейчас проталкиваем эту тему вниз. Ну, знаете... Не знаю, ребята, как оно там должно быть. Нам ещё, конечно, нужно протолкнуть ступеньки сейчас. Но мне кажется, что сейчас это либо сработает, но будет выглядеть просто ужасно. Ладно, окей, устанавливаем, ребята, и... Так, стоп. А как быть-то? Подождите, почему он не проталкивает? Я тут уже, ребята, немного хожу, пытаюсь понять, но у меня абсолютно ничего не получается. А из-за того, что, видимо, это пофиксили. То есть, как бы я, ребята, не пытался, вы можете перемотать назад и посмотреть. Вот этот поршень должен, который я сейчас ставил, он должен протолкнуть вот эти ступеньки. Он этого не делает, и просто эта фигня не срабатывает. Если я даже сюда поставлю какой-то блок, ребята, в принципе, ничего дальше он не толкает. И, следовательно, ну, обидно, на самом деле, блин, реально обидно. Я реально надеялся на этот лайфхак, хоть и не верил в него до последнего. Но, ребята, здесь мы ставим большой минус, потому что это действительно не получилось. И это меня очень сильно расстроило, но не будем с вами расстраиваться слишком долго. А сразу переходим к третьему лайфхаку. Это, если мне кажется, будет прям очень просто. Для этого, ребята, для наглядности давайте зайдём в дом. Это у нас такая, знаете, некая тумбочка прикроватная с каким-то там светильником или что-то подобное. Не знаю, как это правильно назвать, вы сейчас сами всё поймёте, хотя лайфхак вы уже видели. Мы берём, ребята, бочку, устанавливаем на неё рамочку. Замечательно, после чего нам понадобится обычная тёмная плита под цвет этой бочки. Отлично, размещаемая. Ну, на тумбочку, на самом деле, плохо, но похоже. Ну, то есть, ну, не очень, на самом деле, я вам честно скажу. После чего нам нужно установить сюда череп, самый обыкновенный какой-нибудь, вот такой. Если я не ошибаюсь, там действительно был череп. И ставим сюда стержень. Только стержень нужно поставить вот так. Ну, знаете, на самом деле, да, типа, прикольно выглядит. Если бы не череп, хотя, в принципе, мне кажется, его можно заменить вообще чем угодно. Например, головой какого-нибудь крипера, давайте её возьмём. Или головой игрока какого-нибудь. То есть, в принципе, всё вот таким вот образом можно сделать. Только обязательно нужно соблюдать вот такую вот комбинацию. И, в принципе, ну, прикольно. Выглядит прикольно, ребята. Не то, чтобы прям необычно, но забавно. Такой мини-лайфхак, ребята. Знаете, такой небольшой островок, ребята, перед серьёзным четвёртым лайфхаком. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, ребята, если в вашем доме раньше не было ванной комнаты, то время это исправлять. В принципе, этим мы сейчас и занимаемся с помощью этого лайфхака из ТикТока. Господи, я тут немножко заблудился. И погнали. Первая наша задача, ребята, это вместе с вами построить здесь вот такую вот, ну, ванночку. Ванночку. Всё это я делаю без модов. Так что я думаю, что оно будет работать, в принципе, абсолютно у всех. Так, тихо-тихо-тихо. Я надеюсь, что это был просто сбой. И действительно, это был сбой. Отлично. Ванночка работает, ребята. И знаете, мне уже кажется, что здесь будет работать абсолютно всё. Потому что этого, как бы, ну, я не знаю, как это назвать, участника, креатора, я не знаю, автора ТикТока, я, ну, как бы, вижу не первый раз. И много лайфхаков мы проверяли. И в 90% случаев они все оказывались рабочими. Именно поэтому есть у меня смутные подозрения, что всё-таки всё оно будет работать так, как должно. Декорировать, ребята, внутри я ничего не буду. Там в лайфхаке-то было показано. Но я этого делать не буду, чтобы просто не занимать ваше и моё время. После чего нам нужно сделать здесь раковину. Вот таким вот образом она делается. Разливается туда же. И всё получается очень даже круто. Я, на самом деле, немножечко вроде как напутал с размерами. Или вообще вроде как всё идеально подогнал. Ну, не, всё идеально. Всё просто замечательно. Дальше нам сюда нужно повесить с вами флаг. Но, если честно, я повешу сюда не именно какой-то там специальный. Повешу просто какой-нибудь, давайте возьмём фиолетовый. Поскольку канал Pixel, он, в принципе, фиолетовый. Именно поэтому я его возьму. И будем, ребята, вместе с вами представлять, что это зеркало, которое правильно с вами мы настроили. В принципе, я думаю, вы понимаете, что это на суть лайфхака никак не повлияет. Мы проверяем всё остальное, ребята, с технической точки зрения. Дальше нам нужно чёрное декоративное стекло. Мы его можем найти вот здесь вот. И устанавливаем здесь вот такую вот красивую, ребята, перегородочку. И мне кажется, что, ребята, да, мне немножечко не хватает пространства, к большому-большому сожалению. Но не беда, ребята, мы сейчас с вами прямо тут его вот таким вот быстреньким образом уширяем, уширяем, уширяем. Как-то я не думая, ребята, прогадал, прогадал по размерам. Извиняюсь, извиняюсь. Так, добавляем это вот сюда. Добавляем сюда белой керамики. Да, выглядит это, конечно, так себе. Но, ребята, как, в принципе, есть. Дальше здесь идёт вот такая вот стеклянная, как бы, перегородочка. Вот, отлично. Разделяет ванную комнату на две. И после чего нам понадобится установить сюда стенд для брони. Боже, как много, ребята, всего. Но результат того стоит. Уж поверьте. Хотя, в принципе, вы должны поверить. Вы это видели. Так, делаем вот так. Вот, вроде, где-то вот тут это должно плюс-минус находиться. И нам это нужно немножечко кривовато поставить. Вроде как так. И нам понадобится алмазный шлем. Фух, я уже, на самом деле, переживаю, ребята, потому что запутаться здесь действительно очень и очень легко. После чего нам понадобится поршень и красный камень. Красный камень я уже взял. Вот с поршенью небольшие проблемы. И что мы делаем далее? Делаем мы вот таким вот образом. Боже, какая проблема установить поршень всегда вниз лицом. Вот, отличненько. И заталкиваем, ребята. Вроде как. Вроде как. Я сделал все правильно. Но... Ааа, нет, там нужно было блок поставить. Я идиотина. Я идиотина. Все. Заталкиваем. Вот теперь отлично. И по факту, ребята, это работает как зеркальце или что-то подобное. Ну, или в данном случае, как тут это используется в лайфхаке, ребята, это просто унитаз. Сюда мы, ребята, вешаем с вами тоже какой-нибудь флаг. Это нужно было делать возле стены. Но я это сделал уже как сделал. И почему-то текстура здесь отображается немножко неправильно. Но на унитаз, ребята, справедливости ради, это действительно похоже. И в принципе, ребята, в остальном там только мелкий декор остался с правой стороны. Это поставить там всякие цветочки, ребята. Нам это все не нужно для того, чтобы вот это вот все убедиться в том, что лайфхак действительно рабочий. А он, как вы понимаете, оказался рабочий. И за это получает огромный, ребята, плюс. Если делать все более-менее качественно, всматриваться, ребята, и тратить свое время на благоустройство дома, получится просто идеально. Именно поэтому я перемещаюсь к пятому заключительному лайфхаку на сегодня. Заключительный лайфхак на сегодня, ребята, это декор, но в этот раз для кухни. Давайте быстренько, ребята, выкапываем яму и повторяем все в точности, как было в лайфхаке, который нам показывали. Ой-ой-ой, уже, ребята, ступил, но вовремя исправился. Далее нам понадобятся, в принципе, любые блоки. Я так понимаю, они не имеют никакой разницы. И именно поэтому, ребята, я буду использовать вот такие вот. Первый, который нашел. Дальше нам нужна вода, ребята. Пузырек с водой. Так-так-так-так-так. А где нам взять, подожди, бутылочка с водяной взвесью или... Или как? Наверное, наверное, это оно. Подождите, давайте проверим и кидаем. И стоп, подождите. Я извиняюсь. А как мне потушить костер? Как мне потушить костер? Просто нужно кинуть туда какое-то зелье обычное. Давайте попробуем. Давайте попробуем кинуть сюда зелье просто вот так вот подводного дыхания. Но ничего не происходит. Попробуем затушить это просто водой. В принципе, почему бы и нет. И нет! Нет, серьезно? Это не работает? Я не верю, ребята. До последнего не хочу в это верить. Может, надо как-то правой кнопкой... Я пытаюсь, ребята, затушить. Искренне пытаюсь. Бросаю. Я не знаю. Делаю все возможное. Но просто, ребята, не срабатывает. Давайте я возьму все то, что связано вообще с водяными всякими штуками. Я просто кидаю, ребята, и ничего... О! Потушил! Потушил! Не знаю, ребята, каким зелем, но потушил. Это хорошо. Фух. Я уж испугался. Думал, лайфхак, ребята, такой интересный. И провалится на таких тупых моментах. Да, очень много партикалов, ребята. Понимаю, но я пытался. Я пытался потушить, и я это сделал. К большому сожалению, я не знал, каким зелем это сделать, потому что там был английский, ребята, язык. Но я как бы и так справился. Я как бы и так справился. Методом тыка, ребята, я это сделал. Так, все. Кидаем вагонетку. Замечательно. Одна есть. После чего, ребята, ставим сюда вторую рельсу. Ставим сюда вторую вагонетку. Сбрасываем. Замечательно. И пока что у нас идет все просто офигенно. Так, нам нужен железный люк. Устанавливаем его на это место. Так, и, в принципе, железный люк делаем с этой же стороны. И красный, конечно же, блок. Красный блок, конечно же. Берем, проталкиваем. Обалденно. Зашибись, ребята. Так, проталкиваем с этой стороны. Пушечка. Пушечка работает, ребята. Все хорошо идет. Все, так сказать, идет по плану. После чего нам понадобится, ребята, сделать просто бирюзовые вот такие вот люки. Давайте их возьмем. Вот такие вот люки там использовались. Мы их раз-два тем самым прикрываем, ребята. И после чего ставим рамки. Это, ребята, такой стандартный декор. Его используют все. Просто сделать такие вот крутилки, ребята, с помощью этих самых железных, ребята, люков. Просто как-то вот так вот это дело делаем. Просто обычные вот такие вот крутилочки. В какую сторону они смотрят, они, в принципе, не имеют никакой, ребята, разницы. И после чего нам понадобится просто обычный, ребята, белый флаг, который мы... Ой, тихо, тихо, тихо. Вешаем. Не сюда. Вот сюда. И вот сюда. Получаются вот такие вот тумбочки, ребята. И все. Это действительно все. Там еще мелкие, ребята, декоры. То есть можно поставить вот сюда, в принципе, положить какую-то пищу. Например, жареную баранину. Вот так вот покрутить ее можно красивенько, чтобы лежала. Туда можно для, ребята, полноты картины поставить черепок. Вот. И, в принципе, выглядит офигенно. Дым есть, ребята. И действительно выглядит очень круто. У меня сейчас закончится эффект. Я вам покажу это по-нормальному. Вот так это выглядит. Блин. Реально пушечно. Я даже хочу это заскринить. Просто на память выглядит очень красиво. Ребят, но если ролик вам этот понравился, и вы хотите больше проверок лайфхаков из ТикТока, тем более ролик получился чуть более 15 минут, а вам нравятся длинные ролики. Поэтому, пожалуйста, прямо сейчас опуститесь под это видео, нажмите на лайк, ребята. Как только под этим роликом наберется 20 тысяч лайков, я сразу же иду и записываю новую серию проверки лайфхаков из ТикТока. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, а также нажимайте, ребята, на колокольчик, для того, чтобы получить уведомления о выходе всех новых роликов на канале. Потому что YouTube частенько, ребята, стал шалить и не присылать уведомления. Поэтому проверьте, нажат ли у вас колокольчик, если хотите быть в курсе всех событий на канале. Еще раз большое всем спасибо за просмотр этого видео. Всем удачи, ребята, и пока-пока-пока.